приветствую вас народ с вами варчик в этом видео расскажу вам про сборочный цех который начался 13 декабря закончится 24 января у нас 5 этапов в каждом из которых 12 заданий в каждом из этапов можно выполнить 7 заданий за 5 этапов мы можем получить 35 жетонов чтобы получить прим танк тст главная награда сборочного цеха нужно 38 жетонов три из которых по желанию можно будет докупить за золото задания выполняются у нас одновременно в одном этапе все сразу следующий этап у нас включается не сразу не все этапы сразу доступны они примерно каждый следующий этап запускается через неделю то есть у нас первый этап включен на неделю потом к нему добавляется через неделю второй этап и так пока все 5 не активируются если следующий этап у нас запустили то можно вернуться к предыдущему если вы его еще не успели доделать либо же в это время просто не играли я в первый день поиграл пару часиков и уже несколько заданий выполнил в принципе за неделю я думаю с легкостью 7 заданий выполнить можно насколько я помню каждую следующую неделю задание становится немного сложнее этапы также можно докупить в любой момент за золото сколько вы там хотите по сути я так понимаю можно в первый день просто купить все этапы купить все жетоны и получить танк также еще за задание дают награды поэтому если вы просто играете в игру то задание сами по себе все равно будут выполняться и даже не надо включать или активировать в первом этапе сразу все задания они работают также эти задания можно выполнять еще в натиске и за натиск можно еще получить также золото и за это же золото потом докупить недостающие три этапа и как раз получится бесплатный тест и я уже поиграл на пресс-аккаунте на танки тст главная награда за сборочный цех поначалу мне показалось что танчик неприятный некомфортный поскольку и точность слабая 0 45 на пустом танке если туда хотя бы экипаж посадить уже будет 0 43 также еще и стабилизация мне не понравилось и пробить и специальным снарядом слабенько 252 под калибером в принципе я уже назвал все минусы танка больше минусов у танка нет броня мне понравилось она приличная хорошо танкует скорострельность дпм бешеный на пустом танке 2465 разогнать дпм больше 3000 очень легко также танчик еще и неплохо едет максималка вперед 45 удельная мощность почти 15 обзор 370 давайте теперь посмотрим броню нлд у нас 200 миллиметров приведенки также есть еще нижняя полосочка она потоньше но там намного лучше угол если соперники стоят прямо перед вами то нижняя часть нлд хоть и тонкая но она будет рикошетить но если соперники стоят ниже вас они будут еще легче пробивать нижнюю часть нлд и даже шестерки с легкостью будет это делать влд у нас тоже танкует в основном за счет наклона наклон очень жесткий но если враги стоят чуть выше вас либо у них танк высокий они будут легко пробивать влд но если вы выше или через рельеф играете наклоняете танк то влд будет рикошетить очень хорошо башня тоже очень сильно бронированная там помимо самой башни еще очень толстые экраны на щеках за счет чего башня и танкует если пробитие у соперников хорошие то можно пробивать этот танк в маску или в лоб башни там конечно броня все равно толстая но если стрелять вокруг орудия слева и справа и в маску и возле маски то в принципе специальными снарядами на восьмом уровне можно пробивать лючок у нас имеется один на башне он очень маленький в него не легко навестись но он не особо толстый также задняя часть башни тонкая если враги стоят выше вас они могут вас пробивать в дальнюю часть крыши поэтому сильно вверх корму поднимать не стоит поскольку вас будут пробивать сверху вниз и тогда вы и влд сделайте очень тонким и в крышу башни тоже смогут пробивать есть также над гусеничной полки которые несложно пробиваются и также если вы еще танкуете бортом там есть какие-то непонятные места в верхней части борта примерно между передним катком и башней есть какая-то зона которая легко пробивается я так понимаю там есть и над гусеничная полка и экраны поэтому вроде как борта и толстые но с другой стороны есть какая-то вот эта непонятная зона но если враги стоят ниже вас они могут вдоль катка вас пробивать очковой прочности у танка 1500 это в принципе стандартное значение для тяжей восьмого уровня сведение у нас две секунды на пустом танчики если туда ставить до паек вентиляции все остальное сведение будет очень быстро перезарядка у нас 7 и 3 но опять же если мы поставим вентиляцию досылатель до паек экипаж нормальный перезарядка будет очень быстро и альфа у танка 300 300 это конечно не сильно много но перезарядка настолько быстро и что обычно за один выстрел соперника мы можем дать в ответ парочку даже можно не иногда соперников на гусле подержать не на каждом те же получается это делать я конечно не люблю танки с плохой стабилизацией и плохой точностью но на этом танке у меня за стрим получилось сделать средуху 3000 не на каждом танке получается сделать средуху 3000 на восьмом уровне да я бы не сказал бы что мне нравится пушка и мне комфортно с ней стрелять стабилизация и точность конечно такое но в ближнем бою уязвимой зоны попадать не сложно за счет быстрого сведения и дпм а если один раз не попали то следующий раз точно попадете также орудие у танка опускается на 8 градусов что в принципе хорошо танк не особо какой-то высокий или большой и вообще это модификация t54 t54 с какими-то там экранами противоаккумулятивными вот у нас получается что танчик вот такой вот и по бортам у нас экрана есть и на башне много экранов и даже нлд непростое двухслойное поэтому танчик на самом деле неплохо и танкует и едет неплохо и дпм бешеный единственная проблема этого точности сведения но все равно танк попадает все равно пробивает на мой взгляд танк сильный да не сказал бы что он наверное подойдет прям всем на нем нужно много стрелять от дпм а от дпм а играть тяжелее чем от альфы и танчик зависит напрямую от вашего скилла чем выше скилл тем намного лучше у вас будет результат броня конечно ошибки прощает и броня в принципе неплохая но опять же ей тоже нужно уметь пользоваться не подставлять на двусеничной полке не опускать танк чтобы у него приведенка не становилась плохой и желательно вообще играть от башни ну а дпм еще нужно умудриться реализовать поскольку стабилизация и точность такая себе я использовал оборудование досылатель стабилизатор вентиляции в полевой модернизации использовал сохранение набранной скорости улучшение точности увеличения обзора в принципе играть можно результат хороший делать тоже единственно что у меня лично возникают вопросы комфорту стрельбы поскольку я люблю точные стабилизированные пушки ну раз результат получился такой хороший я себя слабым танком в бою не чувствовал особенно с восьмерками так вообще в самый раз если удается занять какую-то позицию от башни то спокойно все расстреливаются нормально попадает вы зимой зоны я бы не сказал бы что намного реже я попадаю чем на каких-то других пушках да конечно на ходу на нем не постреляешься за счет того что стабилизация слабая но когда займешь позицию сведешься прицелишься в принципе нормально но как я вижу целевая аудитория не играя на танке просто посмотрела на цифру точности и сказал что танк плохой я же на танке поиграл поначалу мне не понравилось и точности стабилизация но наиграл бою побольше немного привыкнул к танку я наиграл нормальный результат в принципе результатом я доволен так нормальный стоит его получать или нет решайте сами на мой взгляд у танка есть минусы слабое пробитие специальным снарядом плохая стабилизация точность есть и хорошие положительные стороны хорошая скорость хорошая удельная мощность очень быстрое сведение очень жесткий дпм неплохое пробитие основным снарядом и хорошая броня также золото можно получить в натиске и задание можно выполнять и в рандоме в натиске и даже если вам это мероприятие не интересно но все равно само по себе то выполняется и за задание можно получать маленькие наградки поэтому ничего плохого я не в танке не в этом событии не вижу на мой взгляд здесь нет права вообще ныть или на что-то жаловаться танк нормальный мероприятие не напряжное проходит очень долго 42 дня примерно кажется это наверное один из самых адекватных и приятных марафонов если это можно назвать марафоном поэтому пишите свое мнение в комментариях с вами был Варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока